МОДНР Военные корреспонденты МОДНР и бойцы ополчения приехали в гости к 4-летней Диане с гуманитарной помощью и медикаментами от армии ДНР. У девочки полтора месяца назад погибли родители и сестра. Это старшая сестра Диана. Да, ей 13 лет, вот 14 будет в этом месяце. Вот это вся семья. Ну вот это я, вот Слаха, а вот они все. Они все погибли, да? Все, все, да. Вот живу же, я живу, а это племянник, а вот эти все погибли. Мы также пообщались с бабушкой девочки, и она рассказала, что нашла внучку, увидев ее фото в соцсетях. И что солдат, который спас Диану, неоднократно связывался с ней примерно полмесяца назад с разных телефонных номеров, а потом пропал. Номера солдата, спасшего Диану, у нее не осталось. Сразу первое, что мне Дианка рассказала, папа, видно, по навигатору ехал или как, что он туда-сюда облукал, видно, но потом нам кто-то говорил, что его возвращали, там, блокпосты возвращали, все. И он где-то пытался проехать, как ему тут парень сказал про эти выдавания. Ну это со стороны Успенки? Со стороны Успенки, да, вот это там Ульяновская есть, вот они оттуда. Она же говорила, что папа ехал-ехал, а потом, говорит, я увидела большой кораблик, а мама сказала, что это танк. Да, ну хоть по дороге или как. Мама сказала, что танк. Потом папа говорит, вы это, вы ползайте с машины. И со стороны, вот они как раз на дорогу, мама и папа, выпали, но уже было поздно. И, а с Вахой, со старшей девочкой, она спереди сидела, они остались в машине. В интернете мы нашли фотографию именно. Их уже сожгли машину, оттолкали в поле, сожгли машину с дороги и их прикопали, Таню и Вову. А тех в машине сожгли, ну, Дашу и Славу. Сожгли, позвонил мне ночь, буквально ночью, этот солдат, который ее спас. И он мне стал это все рассказывать, но я была просто в шоке, мне все это пересказывало. Вот все рассказывал, в чем они были, все. Сама Диана выжила чудом, благодаря неизвестному солдату, который сутки нес ее на руках из зоны боевых действий. У девочки была раздроблена правая ручка. Покажи ручку. Можно я подойду к тебе посмотрю? Можно? Меня сова зовут, кстати, птичка такая есть, сова. Знаешь, которая ночью не спит, мышек ловит. Скажи, я так разве зовут девочек? Ну, вот это уже пытается, как вот, и писать, и рисовать, ну, поколевой все делает. Ну, а сустав работает, плечевой сустав работает, ну, она этой ручкой поднимает вот так. Ну, наверное, мы же сняли ее, вот эту, у нее клин был. Ну, а врачи говорят, нет там повреждений костей. Ну, было, было, что у нее, ну, сожгли. А ты пробуешь уже рисовать, да? Я вижу, пробуешь. Рисует, рисует. Только единственное, что мне неудобно, она вот так вот, как это же прижимает, просто так. Не отвлекает. Сейчас Диана идет на поправку, но очень боится громких звуков и людей в форме. Бабушка, ну, вот она в дом бежит, не во двор, а в дом. И мы, да, ну, не бойся, да, это ж мы, да, мы ж далеко, да, мы тебя садим. Ну, как, вот и будем. Войный корреспондент сова пообщалась с девочкой, которая не разговаривала и боялась каждого шороха. Бабушка не могла оставить ее ни на одну минуту. Сова передала игрушки Диане и нашла с ней общий язык. Было видно, что Диане военкорп понравилось. И сова пообещала, что приедет еще неоднократно.